Я его нужна! Не спешите делать выводы, досмотрите видео до конца и вы кое-что поймёте о современной журналистике. Но сначала обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Если мой ютуб-канал вдруг забанят в результате каких-либо крипто-санкций, то в телеграм-канале я всегда буду с вами на связи. Там, кстати, почти 10 тысяч подписчиков, а на ютуб-канале более 50. Очень не хотелось бы терять с такой большой аудиторией контакт, ведь она досталась мне большим трудом. Поэтому ссылка на телеграм будет в описании под видео и в прикреплённом комментарии. Переходите и подписывайтесь. Большое спасибо. А мы начинаем. Эта тревога красно-огненным пятном расползается просторами англоязычного крипто-ютуба. Возможно, скоро пострадаем и мы, русскоязычные представители индустрии. То, что мы сейчас наблюдаем, это скоординированная атака против сообщества криптовалюты и биткоина. Многие криптоблогеры получают страйки, обнаруживают, что их видео удаляют с видеохостинга, даже спустя несколько лет после публикации. Либо же к ним применяются другие виды санкций. Например, Чика Крипто запрещено на протяжении недели выкладывать видео на свой канал. Итак, мой канал атакуют прямо сейчас. Ни одно из моих видео не нарушает правил сообщества. Тем не менее, все они удалены, а мой канал теперь имеет страйк. Мне запрещено публиковать видео на ютубе на целую неделю. Просто отлично, да? Было бы. Но мне что-то совсем нехорошо. Ребята, это очень весомые имена индустрии, которые попали под раздачу. У некоторых из них сотни тысяч подписчиков. Иван Унтек, Чика Крипто Криздан ТВ, Альт Коэн Дели и Олесио Растани, а также многие другие. Однако, очень важно заметить, что далеко не все криптоблогеры пострадали от каких-либо страйков или прочих санкций. Что это значит, ребята? Это значит, что журналисты максимально архиповерхностные. Они абсолютно не хотят разбираться в ситуациях. Ну вы же крупные средства массовой информации вещаете на огромную аудиторию. Ну копните хотя бы чуть-чуть глубже. О, ютуб банит крипторолики. Ютуб против криптовалюты. Какое совпадение, что вы пишете такие заголовки как раз тогда, когда рынок в отчаянии. Когда крипта падает и стагнирует. Это одна из тех самых групп в Телеграме, которая организовывает массовые атаки на криптоканалы. В частности, в этой же группе массово жаловались на ролики таких криптоблогеров, как Чика Крипто, Иван Унтек и других. Это лишь начало твоего конца, Чика. Ты начал войну, которая тебе не по зубам. Я, Сэм Смит, причиню тебе такую же боль, которую ты причинил мне. Правда Сэма Смита. Боремся против российских скамеров в криптовалюте. Я не хочу озвучивать это все в этом видео. А то еще сам страйк получу. Но этот человек говорит о двойных стандартах, а сам именно сквозь пропитан. Нет никакого заговора, все это происходит из-за группы людей, использующих механизм жалоб на видео Ютуб. Итак, ребята, никакой агрессии со стороны Ютуба по отношению к криптоблогерам нет. Это всего лишь скоординированная атака группой людей, которую журналисты назвали громко. Ютуб банит криптоблогеров, Ютуб против криптовалюты. А теперь, когда мы с вами знаем, что на самом деле никакой войны Ютуб криптоблогерам не объявлял, остается лишь один вопрос, направленный к журналистам. Либо вы совершенно ленивые, чтобы проделать анализ, который мог бы сделать любой пятиклассник. Либо действуете по чужой указке с конкретной определенной целью. Кто вы? Кстати говоря, об этих целях, кое-кто уже начал строить догадки. Криптомак Инвесторс в Твиттере выложил видео о том, почему, по его мнению, это происходит. Осторожно, ребята, это может быть просто дезинформацией, которую я распространяю. Но серьезно, 9 или 10 крипто-ютуберов были ограничены от крипто-ютуба. Знаете, что я думаю? Если бы вы были кем-нибудь с большими деньгами, большим влиянием и большой силой, и вы бы захотели устроить большой дамп на Рождество и Новый год, чтобы убить даже тех, кто, скрипя зубы, холдил весь этот безумный год, что бы вы сделали? Вы бы наверняка захотели заткнуть всему сообществу пасти. Ведь кто-то в пространстве сможет разгадать этот ваш план. Если вы заблокируете все эти каналы, у вас будет больше шансов провернуть то, что вы хотите провернуть. Итак, ребята, что мы можем извлечь из этого урока? Сначала они тебя не замечают. Это уже было в прошлом. Мы уже прошли через этот этап. Потом смеются над тобой. И это тоже было. Затем борются с тобой. Это то, что происходит прямо сейчас. И угадайте, что будет дальше. А потом ты побеждаешь. Биткоин будет жить. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»